В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. Мы продолжаем работать в полном составе, чтобы у вас была полная картина дня. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Один в номере, как может отразиться эпидситуация на санаторном отдыхе, а также свежая статистика по коронавирусу. Элитные коровы поселились на этой ферме в Кочувеевском районе. Откуда они приехали и почему в почете? Джамиля Ибрагимова с подробностями. Одной секунды достаточно, чтобы превратить автомобиль в груду металла. Почему происходят аварии? Екатерина Сегеда побывала на спецстоянке. Что будет на ужин, решит мобильное приложение. Ставропольский студент придумал ноу-хау, которое поможет нашим хозяйкам. Отдых на летних каникулах в Крае будут планировать с учетом эпидобстановки. Перспективы детского досуга обсудили министр по чрезвычайным ситуациям страны Евгений Зиничев и губернатор региона Владимир Владимиров в формате видеосвязи. В Ставрополье сегодня готовится к летней оздоровительной кампании. В любой момент готовы заработать почти 700 детских лагерей. 22 из них загородных. Дата открытия будет зависеть от динамики заболеваемости коронавируса. Зиничев отметил, что в этой сфере необходимо строго соблюдать санитарные нормы. Владимиров же подчеркнул, что все решения Край примет с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. И переходим к сельскому хозяйству. Элитное жилье для элитных коров. Руководители одной из ферм в Кочубеевском районе пошли по пути обновления и полностью модернизировали процесс. Начиная от коровников и заканчивая доильными залами. Такие почти люксовые условия нужны для того, чтобы животные давали еще больше молока. Джамиля Ибрагимова побывала в гостях у буренок. Бутылки на этом конвейере с самого утра начинают вести хороводы. Один круг их наполняет молоком, другой круг и вот они уже закупорены крышкой. А вот задумывались ли вы, как и откуда все начинается? А начинается все, конечно, здесь, на этой ферме. Каждый день молоковоз забирает отсюда полные бидоны. Но заводу и этого бывает мало. Чтобы соответствовать, фермеры решились на важный шаг. Закупить буренок побольше, да помощнее. Эти коровы приехали сюда из Московской области. И их сразу же поместили на карантин. Нет, не из-за коронавируса. Таковы ветеринарные правила. За это время их осмотрят и проведут профилактические мероприятия. Поэтому, к сожалению, сегодня в гости коровкам мы даже в маски не попадем. Но ради парочки красивых кадров нашего оператора к буренкам все же пустили. Знакомьтесь, это галштинская порода коров. Да, капризная, да, нежная. Но это не важно. Главное, что самая молочная. Ее потому сюда и привезли издалека. В надежде на высокие надои. Но они по продуктивности выше, лучше давать могут и до 10 тысяч молока. Могут и больше, смотря в зависимости от рациона кормления. Элитным коровам элитное жилье. Буренки обитают почти в люксовых условиях. Шторки им повесили, чтобы в помещение попадало нужное количество света. И чтобы летом животные не страдали от жары. Корм самых лучших сортов, вода по расписанию. В таких условиях надои у буренок взлетят. Кстати, о надоях. Сейчас на ферме для коровок строят доильный зал по европейским стандартам. Для того, чтобы приступить к этой работе, специалисты наши были и в Германии, и в зарубежных странах. Объездили, значит, все передовые хозяйства. Выбраны самые лучшие, самые хорошие варианты для модернизации этой фермы. В такую ферму не стыдно будет пустить еще больше элитных коров. После реформирования фермеры так и собираются сделать. Они хотят увеличить число буренок до 600. Благо, сделать это очень просто. Сельским предпринимателям помогает программа Краевого Минсельхоза. При покупке племенных коров ведомство возмещает до 70% всех затрат. Этим аграрии очень довольны. Одному только селяне не рады. Что в части модернизации фермы пока нет похожей программы. Хотелось бы, чтобы нам указали помощь в поддержке именно модернизации стройки. В целом же всему, что связано с молочным животноводством, на Ставрополе уделяют пристальное внимание. Поэтому для тех, кто хочет открыть свой агробизнес, сейчас самое время. Государство поможет не только деньгами, но и советом. У нас существуют прямые поддержки. Это на 1 килограмм реализованного молока, который позволяет компенсировать до 10% затрат на производство. У нас возмещение затрат до 70% за приобретение молодняка молочных пород. Племенная поддержка у нас, которую ежегодно получают у нас племенные организации. В общем, мы оцениваем поддержку ежегодную именно молочного животноводства около 600 миллионов рублей. Молочные перспективы края изучали Джамиля Ибрагимова и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. Покореженный металл, который может рассказать человеческие истории, чаще всего трагические. Наш следующий сюжет снят на кладбище автомобилей в Ставрополе. Туда попадают машины, которые побывали в страшных ДТП. Это такое наглядное пособие для нарушителей. Екатерина Осигеда сняла кадры, от которых становится не по себе. Это повреждено левое водительское крыло, чем, соответственно, повело капот, после чего фара головного света и бампер. Ну, это из таких прям видимых спереди. Ремонт автомобиля Артему из Ставрополя теперь обойдется почти в 100 тысяч рублей. Так дорого за свою жизнь парень еще не возвращался с работы. Он выезжал с автостоянки, когда водитель 14-й уже шел на обгон. Уйти от столкновения не удалось. Сильного испуга не было. Тут больше предпринятия каких-либо действий по торможению и устранению, чтобы летальных последствий не было. Никто из участников этой аварии не получил серьезных травм. И каждый уехал на своем автомобиле. Но нередки случаи, когда машины после ДТП отправляют на спецстоянку. До выяснения всех обстоятельств. Честно признаться, находиться здесь немного не по себе. И невольно начинаешь жалеть время. А именно те малейшие доли секунды, за которые владельцы этих автомобилей приняли неверное решение. Эти груды металлолома когда-то были автомобилями. Сейчас зрелище не для слабонервных. Например, 22-летний водитель этой иномарки год назад переоценил свои возможности. Разогнался, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Итог – больничная койка для него и для пассажира. Пассажиру действительно повезло, так как вы видите автомобиль в ужасном состоянии после ДТП. И шансы пассажира выжить были очень маленькие. Уже с ним все в порядке. Уже проходит реабилитационное мероприятие. Он выжил. Установлена степень тяжести. Водитель уже привлечен. Поэтому пассажиру уже ничего не угрожает. Осталось прийти в себя после дорожно-транспортного происшествия. А эта вмятина на лобовом стекле 99-й – отпечаток головы 19-летнего пассажира. 23-летний водитель не успел затормозить и догнал впереди идущую машину. Пассажир автомобиля не был пристегнут, ударился головой. Он был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи. Это кровь? Нет, это краска от другого автомобиля. Данный автомобиль был в ДТП, в котором погиб человек. 35-летний мужчина сел за руль пьяным. Выехал навстречу и столкнулся с двумя автомобилями. Результат – несколько пострадавших и смерть двоюродного брата, виновника ДТП, который ехал вместе с ним. Данному водителю грозит лишение свободы сроком до 9 лет. Сейчас он уже отбывает наказание? В настоящее время водитель находится в республике Армения. Установлено его местонахождение. Направлено международное поручение по оказанию правовой помощи. После чего уголовное дело будет направлено в суд. В экстренной ситуации на дороге водитель принимает решение в среднем за одну секунду. За это время он замечает опасность, анализирует свои возможные действия и принимает решение. К сожалению, не всегда верное. Эти причины могут быть или гормональными, или эмоциональными. Но гормональные причины – это, например, недостаточное количество выработки адреналина. Также можно сюда отнести, например, отсутствие достаточно развитого эмоционального интеллекта. То есть неумение справляться с определенными эмоциями. Но даже опытным водителям не стоит терять бдительность. Ведь в самый неожиданный момент на дороге может возникнуть опасность. Наглядно убедились, почему важно соблюдать правила. Екатерина Сегеда и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. А теперь сюжет для хозяек, которые все время в поиске каких-нибудь кулинарных новинок. Ставропольский студент разработал вкусное приложение. В нем собрано свыше двух тысяч рецептов. А еще есть одна функция, которая подскажет, что приготовить из продуктов в вашем холодильнике. Яна Лукошкина уже оценила. Приложение для перевозки грузов, мобильный электронный кампус для студентов, а теперь еще и кулинарное приложение. Это всего лишь малая часть разработок Мухаммад Кадира. Парню с необычным именем и завидным упорством всего 18 лет. Он заканчивает первый курс Северокавказского федерального университета. Мухаммад Кадир – будущий специалист в области информационных систем и технологий. С компьютером и программированием он уже давно на «ты». Свою последнюю работу – кулинарное приложение iCook – парень представил на всероссийском конкурсе «Программируй будущее». Это конкурс, в котором нужно было создать приложение для платформы Stingray TV. Это форм-фактор телевизора. И я думаю, что приложение для кухни, для кулинарии, лучше подходит для телевизоров. Поэтому я выбрал именно эту тематику и создал это приложение. Приложение для кулинаров студент адаптировал и под телефон. Скачать его может любой пользователь. Программа собирает из открытых источников рецепты, позволяет сохранять понравившиеся, читать комментарии других пользователей и составлять список покупок перед походом в магазин. А еще, если у вас дома есть определенные продукты, но вы не знаете, что с ними можно приготовить, приложение подскажет. Вбиваем в поиск в моем случае яблоки и творог. И получаем рецепт салата из яблок. Оценить программу уже успели родственники, друзья и однокурсники Мухаммад Кадира, а также судейская комиссия конкурса «Программируй будущее». Они решили ставропольскому студенту с его приложением место в финале. Так что в скором времени ему придется побороться за главный приз в 300 тысяч рублей. А желают парню победы Яна Лукошкина и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Если вы сняли что-то интересное, присылайте нам в редакцию номер тот же 8 928 350 80 70. Главное, оставайтесь на безопасной дистанции. Не забывайте надевать маски, когда выходите из дома. Ну а что надеть, какую одежду, когда выходите из дома, мы узнаем у моей коллеги Анастасии Антонец. Далее прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Всего вам доброго. Не болейте. Здравствуйте, дорогие зрители Своего ТВ. О погоде на среду, 3 июня, расскажем прямо сейчас. На Ставрополе ожидаются сильные дожди и грозы. В краевой столице плюс 20 днем и плюс 14 ночью. В Изобильнинском и Новоалександровском округах дождь с грозой. Дню плюс 23 ночи, плюс 15. В Пятигорске, Минеральных водах и Кисловодске также дождь и грозы. Плюс 23 днем и плюс 16 ночью. В Буденовске и Нефтекумске сильный дождь. Плюс 28 днем и плюс 19. В Ипатово, Арсгире и Дивном тоже грозы и дожди. Днем плюс 25, ночью 70 градусов тепла. 3 июня отмечают Всемирный день велосипеда. Праздник был предложен недавно, в 2018 году. Велосипед – самый экологичный вид транспорта. Используется он на протяжении 200 лет. Создатель первого двухколесного велосипеда – крепостной Ефим Михеевич Артамонов. Его изобретение поразило даже самого императора Александра Первого. Узнавайте больше нового и оставайтесь на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова